многим людям интересно как избавиться от акцента в английском прежде всего нужно нажимать нужные слова сейчас обоснуваем в данном разделе вы научитесь правило нажимать нужные слова в пределах предложений если вы нажимаете правильные слова ваша речь будет иметь естественный ритм и мелодию похожую на этим спикером ударение и сокращение слов создает музыку английского то есть когда вы говорите i went to white house я пошла в любой белый в любой белый дом а когда мы ставим стрелку на слово white i went to the white house то это там где находятся президенты если ваше предложение сложно понять то скорее всего вы нажимаете не те слова либо вообще не нажимаете если вы не нажимаете слова то ваша речь становится плоской монотонной и и слушателю непонятно где одно слово начинается где заканчивается а вот если вы нажимаете неправильные слова то речь звучит очень иностранное допустим i'll see you later или have a nice day это странно на самом деле надо говорить i'll see you later или have a nice day носители языка они узнают знакомые похожий образец и им будет намного проще вас понять даже если вы будете быстро говорить так что если у вас тенденция слишком быстро говорить научитесь нажимать правильные слова и тогда вы автоматически научитесь замедляться составные имена существительные это значит имена существительные которые состоят из двух разных слов это установившаяся фраза составное имя существительное ну допустим credit card в составных именях существительных всегда надо нажимать первое и два слова говорятся вместе без паузы а пускай они пишутся раздельно но произносить вместе и так ответ уровня двоечника паркин пауза лот а если говорить монотонно паркин вот это тоже по китайски в английском как надо паркин лот поняли нажимаете первое слово грин карта уже вашим демонстрируем паркин лот паркин тикет паркин метр паркин спейс букшелф буккавер букстор букмарк кредит карт пост карта репорт карта грин карта футбол бейсбол ballpark ballroom в таком стиле говорите еще больше составных имен существительных если слово состоит из трех имен существительных то надо нажимать первое демонстрируем cell phone number футбол game bedroom finish high school girl подчеркнул что нажимать нужные слова это не так уж сложно как выучить времена либо перечитать книжку мэрфи бэскетбол куч blood pressure medicine website address parking lot attendant если профессия состоит из двух имен существительных надо нажимать первое taxi driver computer programmer real estate sales person airline pilot brain surgeon research scientist physician assistant math teacher postal worker high school принципу теперь то что мы научились мы применим в диалоге вот демонстрирую как обычно считают наши люди ес айф гат май тулс браш бэйзин сью сан блок я драйер херст и вяло а тут для нас позаботился автор чтобы нажимали нужные слова и будет очень по-американски хай крестин айл пэк аэм пэкин майсюч кейс right now видите сютки из нажали и все нормально английский диджи у рима бэйзин сью сан блок ядрайер hairspray airline ticket running shoes alarm clock credit cards don't forget the telephone number of the hotel and the reading material for the airplane how we get into the airport the taxi cab will take me do you have your flight information yes it's in the airline ticket and on the boarding pass way for get my passport теперь сценка компьютерный магазин если это читать в одной тональности это мурлова вы даже не представляете насколько это безграмотно звучит для иностранного уха это знаете напоминает как мы смотрим фильмы про вторую мировую и как говорят фашисты как роботы монотонный без и бездушно демонстрируем департизаны стрелять мы их будем ха ха пив паф я тебя люблю млеко-яйко вы поняли что надо дорабатывать фонетику at the computer store видео слово компьютер нажим стрелкам i went to the computer store to buy a new computer i couldn't decide between a laptop and a desktop the salesman was very helpful he told me all about the hard drives and operating system i decided to get a laptop even though it has a smaller keyboard he recommended the good webcam and a flash drive i ended up also getting some software headphones a sound card and a mousepad i also get a fax machine a few video games and a navigation system for my car but when i got to the cash register i gave them my credit card they said i went over my credit lien i was so embarrassed i think i went overboard